Продолжение следует... Как я уже говорил, Mortal Kombat говорили, там, вот сегодня у нас возникло, там, название без грима, назвать программу, потому что мы принципиально тут не гримируемся для того, чтобы и гости, и ведущий чувствовал себя свободно. Это программа свободной дискуссии, свободной полемики, свободного разговора. Это, я думаю, самая свободная дискуссионная площадка, которая сегодня есть вообще в интернет-пространстве. Тут можно говорить все, что угодно и как угодно себя вести. Ну, конечно, в связи с внутренним некоторым кодексом поведения. Гейдар Жахиджималь. Ну, мне, наверное, нет смысла делать вид, что я не знаю этого человека, мы с Гейдаром много лет знакомы, у нас достаточно дружеские отношения, и поэтому делать вид, что это не так, мне кажется, было бы абсурдно. Но, тем не менее, Гейдар, относительно вас есть масса мифов, которые интересуют меня, которые интересуют наших зрителей. И поэтому вопросы, которые сегодня я буду вам задавать, они будут настоящие и достаточно острые. Я только таких и жду. Да, ну вот давайте тогда начнем с самого прямого и самого острого вопроса. Гейдар, у многих есть ощущение, что вы ненавидите Россию. Скажите, это так на самом деле? Я ненавижу Запад. А объясню почему. Для меня Запад это воплощенное лицемерие и это обнажение сущности человеческого общества, которое, на мой взгляд, построено на принципиальной несправедливости лжи. Запад это Запад. Запад. Я не напрасно, так сказать, начал с этой преамбулы. Дело в том, что Россия сама по себе, это колоссальный феномен, колоссальный феномен, который своими корнями уходит ниже человеческого плана, своими ветвями уходит выше человеческого плана. Мы все живем и используем российский фактор. Например, я, как человек, который профессионально, думаю, занимаюсь мыслью, я знаю, что российский фактор, российская эссенция является существенным элементом моей мысли. Что я при этом имею в виду? Это принцип дистанцирования от мейнстрима, от жестких ограничений, от несвободы, которая царит в мышлении всего остального мира. В России есть страшная свобода, внутренняя свобода, которая, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев выражается в виде такого, ну, скажем, маргинализма. Но иногда, в отдельных случаях, осуществляется прорыв. Каких? Скажем, Федор Михайлович. Федор Михайлович Достоевский. Да. Вот эта огромная внутренняя свобода, которую он использовал полностью в своем творчестве, превратила его в учителя лучших мыслителей Европы. Учителя Ницше, например. Задам свой вопрос с другой интонацией. Но я еще не кончил про Россию. Потому что хотелось вопрос. Дело в том... В России есть партия Запада, которая постоянно контролирует ситуацию в стране и отождествляет себя с этой страной. Поэтому я, ненавидя Запад, не могу не ненавидеть эту прозападную партию. Она губит Россию. Хорошо. Есть партия Запада, а еще какая есть партия? Есть, собственно, Россия, которую не дают подняться с колен. То есть, что, по-вашему, в России есть некое... Как вы вообще эту партию Запада опишите? Что это такое? Я опишу ее как ту партию, которая постоянно стремится строить Россию в мировой порядок. Которая постоянно стремится сделать Россию органической частью системы лжи и несправедливости. Которая постоянно стремится поставить ресурсы России на охрану рабовладения, которое царит в мире. И которая постоянно все порывы к свободе, которые поднимаются в России с глубины, с толщи народной жизни, купирует, кастрирует и превращает свою противоположность. Пример истории советской власти. С чего она начиналась, под какими лозунгами, во что она перешла и чем кончилась? И с чего она начиналась, во что она перешла и чем кончилась? Она начиналась с воли. И, кстати, напомню, что 2-го числа будет 95 лет с момента отречения царя Николая Александровича II. Это большая дата, очень серьезная дата, которую, я считаю, нужно отметить. 2-го будет по этому поводу на чистых прудах митинг в 7 часов вечера. Так вот, начиналось это с лозунгов о новом человеке, о перестройке всего мира. Россия стала сверхдержавой мгновенно после 17-го года. Она еще была в разрушении. Чекунечку, до этого Россия была огромной империей, которая простиралась от гор Тиньшане до финских... Но она не была сверхдержавой. Она была... Она была самой большой страной в мире. Ну, там... Конкурировала с Бразилией, конкурировала, допустим. Она не была страной, которая первенствовала, которая стояла особо, которая стояла особняком, потому что это был младший партнер западного сообщества, насчитывавшего примерно 5 великих империй. То есть, это была Британская империя, Французская, Австро-Венгрия, Соединенные Штаты. И только потом уже шла Россия. Чтобы не углубляться в историю, за что нас уже осудили однажды в ходе наших программ, сегодня партия Запада, это что такое? Сегодня партия Запада, это практически весь современный политический класс. Как системные либералы, так и их оппоненты. Нет, ну, секундочку, я не понимаю. То есть, по-вашему, сегодня что происходит в стране? Партия Запада, одна борется с другой партией Запада, что ли? Есть две модификации, две разновидности единой партии Запада, которые конкурируют между собой. Так сказать, это внутренний, внутрисистемный раскол. Это раскол определенных отношений, это раскол определенных интересов, но это не принципиальный идеологический раскол. Ну, хорошо, почему тогда вы входите в коалиции или в организации, типа, национальные ассамблеи, типа, какие-то там еще вот с Каспаровым вместе, там, с другими вас видели, с людьми, которые возглавили митинг на Болотной, да, вы там были, вот когда была видеотрансляция заседания, с людьми, которых вы называете своими врагами, с партии Запада, вы вместе с ними сидите, разговариваете, занимаетесь политикой и обсуждаете процессы свержения фактически существующей власти. Правильно я вас понимаю? Видите ли, надо различать народ, который вышел на митинг и те структуры, которые этот народ организует, направляют и намерены поживиться за его счет. То есть реализовать свои собственные внутрисистемные фракционные амбиции, используя вот этот мощный подъем масс. Что это за структуры? Ну, например... Я считаю, что нынешний процесс, есть не что иное, как стремление системных либералов взять реванш, после того, как в течение ряда лет, там, допустим, более 10 лет, они были оттеснены альтернативными структурами, там, силовиками, которые создали корпорации, некой силовой бюрократии, ну, и бюрократии в широком смысле, которая потеснила так называемых демократов. Видите, после краха партийной власти, после краха КПСС, номенклатура совершила переворот, антиидеологический переворот, для того, чтобы за счет союза с Западом осуществить приватизацию. Эта приватизация была осуществлена во времена Клинтонов, правления Читы Клинтонов. Практически демократы США были гарантами вот этого процесса приватизации. И, на самом деле, все, кто поднялись в тот период, они поднялись за счет, в основном, за счеты благодаря подписи Ельцина. В 2001 году произошла... Что такое за счет подписи Ельцина? Поясните вашему мнению. Ну, благодаря подписи Ельцина они осуществляли... То есть тот, кто имел доступ к Ельцину, получал его подпись на какую-нибудь... Доступ к тем, кто имел доступ к Клинтонов. Да, или тем, кто имел, те, кто бы поднимались. Да, они участвовали в залоговых аукционах, они там реализовывали... Вы считаете, что они стоят сегодня за организаторами болот? Они поднялись на вот этом, скажем, на поддержке американских демократов, они осуществили грабительскую приватизацию. Вот, и дальше, как бы, все это шло... А почему вы сегодня вместе с ними? Подождите, я продолжу пока что последовательно и исторически. Дальше, в 2001 году, произошла неожиданная смена в Белом доме. Приходит Буш, приходят неоконсерваторы. И в этих условиях президент Путин, воспользовавшись уничтожением башен на Малхэттене, объявляет о том, что он теперь союзник республиканцев. Это был поворотный пункт внутри, так сказать, истории бюрократической корпорации России. Она стала про-республиканское, оттеснив демократов на второй, так сказать, план. После того, как пришел к власти Обама, было неловко и неудобно идти на третий срок, так, чтобы шестеренки скрежетали, в Белом доме сидит демократ, а в Москве, так сказать, сидит человек, который 10 лет близко дружил с неоконсерваторами. Поэтому на передний план вышел более приемлемый для демократов Дмитрий Анатольевич. Но сегодня почти очевидно, что Обама останется на второй срок. Что делать? Ждать или все-таки идти вперед? И в этот момент, момент сложного конфликта межпартийных интересов, демократов и республиканцев в Штатах, системных либералов и силовиков России, возникает ситуация, при которой, подняв волну негодования людей по поводу нечестных выборов, можно попытаться для системных либералов осуществить реванш и вернуться во власть. И здесь возникает такой вопрос. Почему я на Болотной? Да, почему вы на Болотной? Почему вы с теми, кого вы, как я понимаю, считаете Западом или ставленками Запада, и с теми, кого вы в начале программы объявили своими врагами? Я не поддерживаю желание тех, кто курирует Болотную, осуществить политический реванш. Но я поддерживаю желание народа увидеть обновление страны. А как вы узнали это желание народа? Как вы это желание народа увидели? А я увидел его, когда в 20 градусов мороза 100 тысяч человек вышло, при этом не присоединяясь к лозунгам, которые звучали с трибуны, но вышло тем не менее. А как вы опишите вот этих самых разных людей, которые были на Сахарова и на Болотной? Вы были и на Болотной, и на Сахаров, как я понимаю, да? Я был всюду, конечно. Ну вот как вы опишите людей? Там же были люди, там были и, допустим, представители радикальных националистов, которые выступают с исламофобских позиций, антикавказских, а вы и мусульманин, и кавказец одновременно, и интернационалист. Там были либералы, которые точно так же выступают с исламофобских и, допустим, с русофобских позиций, которые считают, что Россия должна быть частью, там, не знаю, Запада, например, Европы. Там были патриоты, которые ненавидят там Путина или власть за то, что она не удовлетворила чаянием империалистов и империи тоже. А я знаю, у вас критическое отношение к империи. Как вы себя в этой мозаике, в этом таком диком смешении, объединённом только общим протестом и негодованием, надеждой на какие-то события, может быть, какую-то катавасию, такой, знаете, в таком площадном смысле, вы там оказались? Вы знаете, перечисленные вами фракции – это тонкий поверхностный слой. Потому что либералы, конечно, захватили контроль над Болотной, контроль над Сахарова, контроль над организацией выступлений с трибуны, и жёстко курировали списки, чтобы не допустить туда никого, кто мог бы качнуть лодку. Но, как всегда бывает, небольшая кучка прозападников использует критическую ситуацию и мощь этой волны снизу. Что касается националистов, я тоже думаю, что это достаточно искусственная и по социальной базе очень ограниченная такая публика. Потому что 10-го, когда они попытались собрать свой отдельный собственный митинг, им на площади революции не удалось выйти за рамки нескольких сот человек. Вот. А огромное большинство людей, которые были, напрасно рассказывают, что это люди в шубах, там, в дубленках, на высоких каблуках. Потому что гламурные несколько человек, которые прибились на очень короткий промежуток времени к этому движению, они не делают погоды. Понимаете, эти большинство, подавляющее большинство людей принадлежали либо к нижнему, среднему классу, либо вообще к маргиналам. Что ими двигало, на ваш взгляд? Я думаю, что ими двигало инстинкт того, что они могут прикоснуться к истории и вступить в контакт с мыслами. То есть, ощущение, что они не просто пешки, не просто картонные такие дурилки, а как бы вот люди, вот оловянные солдатики, которые пошли. Понимаете, человеком, реальным человеком всегда владеет желание влиять на свою судьбу. Даже если он камуфлирует это в каких-то очень банальных терминах, там, ну, не знаю, иметь нормальную жизнь, как правило, это так говорится. Нормально жить. Но под этим не подразумевается жизнь олигарха, а жизнь человека, у которого, ну, как бы достойный формат существования. Но это банально так оформляется. А в действительности у человека есть желание иметь обратную связь с теми силами, которые, как бы вот, за кулисами видимого аппарата государства, социума, все-таки направляют ход народа, ход истории, судьбу страны. И вот человек хочет коснуться этого. Очень редко бывает возможности коснуться истории, чтобы она действительно была с тобой в обратной связи. Это было в 17-21 годах, это было в 41-45. И люди ностальгируют по вот этому вкусу истории. Они выходят, чувствуя плечо, и переступая через разграничение такого партийного характера. То есть я так делаю вывод, что на самом деле вы полагаете, что главным мотивом вот этого протеста у людей это скука и усталость от того спектакля, который им предлагалось столько вот последних лет, предлагался спектакль, и люди просто вот сказали, нет, мы не хотим, мы хотим быть сами. Вышли, условно говоря, на сцену и сказали, мы хотим сами там быть, там, не знаю, там, Константином, который застрелился, да, вспоминая Чайку, или там Гамлетом, или еще там Магбетом, или пузырями земли в конце концов. Скука, скука это неверный термин. И скука относится к людям, которые, может быть, кто-то руководился скукой, но очень небольшая часть. И, в общем, наверное, это часть, которую можно действительно отнести к либералам. Но не со стороны сцены, как вы сказали, со стороны сцены это совсем маленькая группа, а со стороны улицы, но либеральная. Ну, там было огромное количество студентов, там было огромное количество нищей молодежи. Скажите, вот эта толпа, она, по-вашему, левая или либеральная? Хорошо, не толпа, я прошу прощения. Вот эти люди, да, вот эта вот масса людей, хотя она напоминала толпу, естественно, а та левая или, скорее, западная либеральная, чего она хочет? Она хочет жить, скорее, как рантье, да, за счет, там, не знаю, денег, получаемых с такой глобальной городской финансовой спекуляцией. Максим, я все понял. Во-первых, сама идея, все-таки, что это толпа, говорит о том, что вы не были там. Я там не был. И что вы пользуетесь мифами. Это не была толпа. Это было стройное движение под знаменами, структурированное по организациям. Там было очень много людей, которые не входили ни в какую организацию, но они на ходу примыкали туда, где они находили свое место. Чего вы хотите? Вот вы, как часть этого структурированного движения, чего вы добиваетесь в итоге? Конечно, я хочу прежде всего, чтобы страна освободилась от диктата Запада, чтобы... Ну, как это должно быть формализовано? Вот я не знаю. Вот завтра Путин... Вот выступает Путин, который говорит, он сегодня выступал, он выступал там вчера, он написал статью, говорит, мы вот должны там, допустим, выступать против ПРО, против США, против НАТО, против Запада, дружить с Китаем. Он же тут ставит такие задачи. Реальных словес. Мы слышали очень много. А что вы хотите? Что вам надо в реальности? Какие действия? А мы знаем, мы знаем, что на самом деле практически все представители политического класса окучены Западом, западными структурами, и что принимающий решение в России слой абсолютно прозрачен. Что значит окучены западными структурами? То, что западные структуры работают со всеми, кто представляет официальные... Что значит работают, пидор? Что значит работают? Встречаются, говорят, дают гранты. Так это значит политика встречаться, собственно говоря. Минутку. Политик, вот есть политик, он встречается. Фидель Кастр встречается с Папой Римским. Папа Римский приезжал в Гаван. Но вы же не говорите, что коммунист Фидель Кастр окутан римско-католическим, масонским, я не знаю, клерикальным фактором. А если, допустим, Папа Римский или его представитель встречается с политиком второго, третьего ряда несистемной оппозиции, то я уже могу сказать о том, что здесь имеет место католическое влияние на протест. Давайте про власть в России. Чем вас она не устраивает конкретно? Вот вы говорите, власть окутана Западом, она партнер Запада. Вы можете дать мне сказать? Ну, конечно, но я вам тоже задаю вопросы. Вопросы я понял. Мне не нужно их расшифровывать. Я понял вопрос. Значит, прежде всего, вот, знаете, Советский Союз рухнул при очень-очень загадочных обстоятельствах, которые до сих пор не расследованы. И на самом деле огромная вина за его крушение лежит и на партийной номенклатурной верхушке, и на силовых структурах, на КГБ. Давайте в наше время, Гейдар. Очень многие люди, которые ответственны за гибель СССР, являются ключевыми фигурами сегодня. То есть вы хотите расправы над теми, кого вы считаете ответственными за гибель СССР? Зачем расправы? Суда, во-первых, а во-вторых, формирование нового политического класса. А что вам этот СССР, собственно говоря? Вы в СССР были в жесточайшей оппозиции. Вы представляли в СССР кружок Южинского, Головин, Мамлеев, который, наверное, был радикально оппозиционен в пять раз больше, чем все Солженицыны вместе взяты. Объясняю элементарную вещь. И вам вдруг так жалко СССР? Вот объясните, в чем проблема. Объясняю элементарную вещь. Моя оппозиция советской власти строилась на том, что я ненавидел в советской системе ее внутреннюю прозападную партию. Я был против Запада, который поселился, демагогически и лицемерно утверждая обратное, поселился в моей стране. Я отрицал номенклатурный поздний совок, который представлял собой на самом деле пятую колонну Запада на территории одной шестой. Вот против чего я был. Поэтому вы, мусульманин, уже в 89-м году вы были одним из деятелей исламского подпольного движения, членом исламской партии Возрождения. Я членом исламского подполья был с начала 80-х. С начала 80-х. Вы стали членом общества память, причем не формальным, а членом руководства общества память. Вы, Александр Геевич Дугин, один из выдающихся наших мыслителей, философов и ученик во многом, и собеседник, и как бы полемист в таком глобальном, философском, политическом смысле. Вы фактически входите в руководство памяти движения, которые все знают, как погромное, русофильское, православное, монархическое. Вы никогда не были ни православным, ни монархистом, ни, как я понимаю, ну, вы, наверное, были русофилом, как вы сейчас нам объяснили, да? Что вы делали в памяти-то? Зачем вы вот это все с вами происходит? Во-первых, я там был не в 89-м, а гораздо раньше, в 87-м, 88-м. То есть, когда еще было нельзя? Когда еще было нельзя, и когда было, так сказать, сомнение, что здесь, на этом направлении, существует некая перспектива политической жизни. перспектива такого подъема, ну, подъема через, там, допустим, эксцесс, подъема во многом одиозного, но, тем не менее, это был жизненный прорыв. То есть, это для вас был эксцесс, который давал возможность некого такого, как бы, оп, такого срыва, да? За которым могла последовать возможность. Я был всегда носителем реального интернационализма, и будучи мусульманином и представителем исламского движения, я вошел в ряды этой организации, потому что я верил в возможность политического союза между реальными русскими патриотами, пусть крайними, пусть очень жесткими, но реальными, и исламским движением, потому что исламская партия возрождения, которую мы создали в 90-м, была партией и организацией, которая выступала за сохранение союза. И даже после того, как... Советского союза? Да, Советского союза. То есть... Как-то парадоксально. Ваша ненависть, как вы говорите, к Совку, и вы член партии, выступающая за сохранение союза. Да не политического формата, а территории. Ну, что такое вообще абстрактная территория? Абстрактная территория, в случае Франции, это ничто. А в случае России, это все. Потому что российская территория имеет самостоятельный политический смысл. Ее протяженность от Балтийского моря до Владивостока образует самостоятельный феномен, который вызывает огромные проблемы у мирового правительства, у власть имущих. Вот это важный вопрос. Тот вопрос, который мы начали, и который, на самом деле, я пытаюсь из вас вытащить. В чем этот смысл? В чем этот смысл? Что вы ждете-то вот от этих событий на Болотной? Российская... В чем претензия к власти, и в чем смысл вашего видения? Российская, еще раз повторяю, территория, не дает сомкнуться абсолютно негативным силам на Востоке и абсолютно негативным силам на Западе. Она не дает это в техническом смысле. И она является... Жезинский назвал ее черной дырой. Это для вас оскорбительное название? Нет. Как нет? Для меня это не оскорбительное название. Ну вот все патриоты дико оскорбляются. До сих пор там все говорят, черная дыра, оскорбили, оскорбили там... Черная дыра... Обительная. Это просто выпад из системы. Это значит непредсказуемость. Это значит свобода. Это значит, как сказал в свое время, по-моему, Пуришкевич, ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек. Это сказал Победоносцев. Победоносцев. Да, Россия ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек. Лихой человек. Вот это, это бросает такой силой вызов власть имущим. Россия это территория, в которой возможно все. Периодически здесь поднимаются импульсы, которыми властные структуры, правящие глобализацией, не научились еще управлять. И может быть и не научатся. Поэтому, конечно же, они хотят разделить эту территорию не потому, что им нужны эти ресурсы, не потому, что им нужно, ну не знаю, транзит такой гарантированный осуществлять. Хотя по мелочи это тоже. Но самое главное, они хотят предупредить неожиданности в будущем для мировой системы, которые, неожиданности, которые могут исходить с российской земли. Неожиданности, это вы имеете в виду, что? Неожиданности по типу революции 17-го года? Да хотя бы. А многие воспринимают революцию 17-го года как фактор устранения Российской империи, одного из мощных субъектов мировой политики. Да какой субъект? Послушайте, о чем вы говорите? Романовы были частью гребницы, гребницы династии, которые правили Европой и всем миром через колониальные империи. Романовы были плотнейшим образом связаны с этой гребницей. Если Николай Александрович, 95-летие отречения которого мы будем отмечать через два дня, если он был внуком Виктории, создательницей империи, над которой никогда не заходило солнце. О чем вы говорите? Страна была вовлечена в Антанту и служила пушечным мясом для того, чтобы, так сказать, спасти французов и англичан от германского вызова. Хорошо. Те люди, к которым вы присоединились на Болотный и на Сахарова, большая часть из них, я могу судить это по интернету и по твиттеру, хотят, цитирую дословно, чтобы было как в Европе, чтобы было как в цивилизованном мире, чтобы было как в Америке. Они не хотят, вот как вы говорите, инфернальной черной дыры, не хотят жертвенности, не хотят мистических откровений, они не хотят, чтобы опять Россия вот как бы вот приносила себя как дева навна, вспоминаем Данила Андреева там на алтарь, не знаю, вселенского апокалипсиса революционного. Мы не знаем. Они хотят жизни, а вы, то, что вы говорите. Понимаете, вот вы читаете твиттер. Ну, в твиттере это тысячи людей. Мало ли что тысячи. Десятки тысяч, собственно, это бунт Фейсбук, как его и называют. Десятки тысяч могут писать откуда угодно. Они хотят, как Европе. Они, может, и не были на Болоте. Они хотят цивилизованного мира, они об этом говорят. Думаю, что есть и такие, и другие. И думаю, что реально... Кто такие другие? Ну-ка, разъясните. Да, реальные люди, реальные люди. Они еще своего слова не сказали. Что такое реальные люди? Те, которые присматриваются к Болотной и определяют свое место. Скажите, пожалуйста, про власть. Поговорим дальше про власть. Вот в какой ситуации ныне существующая власть вас устроит? Ни в какой. Не, ну что значит ни в какой. А что значит ныне существующая? Ну, допустим, завтра вот американцы, вот они сегодня угрожают Ирану, вчера угрожали Югославии, начинают давить на Россию и возникает... Вы, во-первых, верите в угрозу войны против России? Конечно. Ну, так, а кто, кроме ныне существующей власти, способен мобилизовать страну, организовать ее на предмет отпора? Она не будет ее мобилизовывать. Нынешняя власть не будет ее мобилизовывать. Ну, в каком смысле не будет? Вот так не будет. Мы читаем, слышим. 20 лет демобилизовывали, вдруг начнут мобилизовывать. 20 лет превращали армию, там, в, так сказать, ну, какую-то такую... Ну, это объективные были обстоятельства, нам об этом рассказывают, что не было огромной дыры в бюджет, не было возможности финансирования армии. Форма Юдашкина — это объективное обстоятельство, из-за которой замерзают сотни солдат, да? Или превращение дивизий в бригады, которые ориентированы исключительно на противопартизанские, контрпартизанские операции в интересах НАТО. Или оставление баз во Вьетнаме и на Кубе. Или там, скажем, то, что... А как их можно было удерживать? Не было ни денег, ни ресурсов. Ну, на самом деле... Сами говорите, страна находилась под управлением США. Куба практически брала на себя там большую часть расходов, только чтобы не уходили. Ну, и потом, знаете, можно было штаны снять, а эту базу оставить. Ведь это контроль над территорией Америки. Так ваши партнеры с Болотной первые бы не согласились снять штаны, чтобы оставить эту базу? Какие партнеры? Там разные люди. Разные, разные. Там разные люди. Часть этих разных людей не согласилась бы. Ну, правильно. Да и все базы огнем, лишь бы штаны были. А еще лучше не одни штаны, а трое штанов. Понимаете, то, что там есть какая-то часть людей, которая хочет много штанов, я помню, был у меня знакомый в юные годы, который, когда, питерский, который, когда там на параде летели самолеты, и какой-то мужик рядом с ним сказал, о, сила какая! Он говорит, дурак, это твои штаны летят. Так он, говорит, бежал там шесть или семь улиц от этого мужика, которому он это сказал, понимаете? Я думаю, что вот этот конфликт, так сказать, интересов, он никуда не уходит. Вы участвуете в выборах? Нет. Как избиратель, естественно? Меня не будет в этот момент в Москве. Вы же, кстати, участвовали в выборах. Вы шли там через, были членом движения, по-моему, в поддержку армии, да? С Илюхиным и Рохлиным, по-моему, да? Да, было такое. Вы даже в списке были в депутатском? Был. В предвыборном списке? Да, в 99-м году. То есть вы, в принципе, не против избирательных процедур демократических? Ну, на каком-то этапе избирательные процедуры могут быть использованы, а сегодня они уже откровенно не работают, и время заниматься этой ерундой уже прошло. Пятого вы будете в Москве? Пятого буду. А четвертого? А четвертого не буду. Нет, хорошо. Пятого что вы будете делать? Вот на пятой оппозиции заявляет митинг, да? Я пойду на этот митинг. Вот вчера был Рыклин, а, значит, Александр Рыклин на этом месте, человек, который представляет противоположный, относительно к тому, что вы говорите, мировоззренческий комплекс. Абсолютно. Он говорит, мы во что бы то ни стало пойдем на митинг, будем свергать власть, нас не устраивает сама система, некого компромисса. Он заявил так, даже если выборы будут честные, все равно мы будем устраивать митинг. И митинг будет бессрочный. Митинг, наверное, все-таки какой-то будет, я на этом митинге тоже буду, но что касается Рыклина, видите, во всякой революции есть февраль, а есть октябрь. Вы представляете кого? Я представляю октябрь. А что это значит в современной ситуации? Что такое вот октябрь? В современной ситуации... Когда еще февраля никакого нет, еще пока мы видим, какие-то люди что-то там непонятно, что делают. Вы говорите о ком-то феврале, о ком-то октябре. Для того, чтобы пройти до октября, те, кто за ним стояли, они работали где-то минимум 15 лет с 1902 года. И 15 лет это очень большой срок. Я думаю, что сегодня время идет гораздо быстрее. Это во-первых. А во-вторых, что я понимаю под октябрем? Под октябрем я понимаю ситуацию, когда ледяная пустыня с лихим человеком консолидируется, черная дыра внезапно обретает политическую волю и предъявляет это мировой общественности. В лице кого черная дыра-то? Вымершие деревни, города обездоленные, понимаете? Люди, которым, на самом деле, родителей которых выбивали в коллективизацию, выбивали в войну великую отечественную, понимаете? Страна-то, она на самом деле только-только начала дышать. А вы опять хотите ее в черную дыру, в ледяную пустыню кинуть? Она, во-первых, не начала дышать. Начала дышать она, может быть, где-нибудь в 70-е, 80-е годы, если вы имеете в виду чисто такое материальное дыхание. И тут же это было закрыто злой волей, скажем, злой волей номенклатуры, которая испытывала колоссальное бремя и колоссальный дискомфорт от того, что ей надо было держать какие-то идеологические обещания перед народом. Напомню, что перед своим распадом страна насчитывала около 300 миллионов человек, ну, 280, по-моему, да? Ну, к 300 подходила. Подходила к 300, и динамика этого роста, в принципе, она как бы не показывала перспективы снижения. Сегодня реально, вот говорят, в России живет 145 или 2 миллиона человек, реально 132. 132 миллиона человек живет в России. Про 5-е число вопрос. Митинг. Ваш сценарий, вот как вы видите, как будет разворачиваться сценарий? События в ближайшие дни. Ну, честно говоря, насчет того, как будет разворачиваться сценарий на Лубянке 5-го, я думаю, что большая часть шансов за то, что это будет жестоко разогнано. Жестоко разогнано. Зачем? Ведь это, на самом деле, даст в руки оппозиции огромные козыри. Вы, правда, верите в то, что будет жестоко разогнано? Я думаю, что будет жестоко разогнано. Зачем? Почему? Понимаете, те, кто разгоняют, они же не всегда борются с оппозицией. Не, ну, ну, и... Может, они и помогают оппозиции. Но ведь им же кто-то помогает оппозиции. Вы что имеете в виду? Я имею в виду, что люди, которые разгоняют, получают приказ. То есть, московская МВД, московская, значит, вот полиция, как она теперь называется, да, значит, могут получить приказ разогнать митинг. Я просто вашими словами их, как бы, вот, интерпретирую. Для того, чтобы, условно говоря, поднять акции лидеров этой оппозиции? Абсолютно. То есть, вы вообще считаете, что это все спектакль, постановка, что ли? Я же вам сказал, на волне, на волне народного возбуждения, гнева, негодования, определенные силы хотят прийти назад в политику и совершить реванш. Но это не значит, что у этих определенных сил уже сегодня нет большого задела в исполнительной власти. Что они вообще какие-то, они же не маргиналы. То есть, вы считаете, что часть системы сотрудничает с ними и поддерживает их? А без этого попытка... Кто это, например? Без этого попытка поднять какую-то волну была бы совершенно невозможна. Кто это, на ваш взгляд, может быть? Ну, либералы, которые существуют. Ну, что это за такие абстрактные либералы? Системные либералы. Может, хотя бы примерно предположить какие-то фамилии, места для них? Я думаю, что это люди, которых можно определить как семейные. То есть, те, которые... А где они во власти, вот эти семейные? А зачем им быть во власти? Они имеют огромный ресурс влияния. Ну, как? Ну, вот московская милиция, например. Вот кто-то же должен дать приказ там, достать дубинки, пойти избивать толпу. Абсурдный такой, идиотический приказ. Там люди, которые будут давать этот приказ, они стоят очень высоко над теми, кто исполняет этот приказ. Стоят в смысле по цепочке исполнительной власти или по какой-то другой цепочке? Конечно, по цепочке исполнительной власти. И где примерно, на каком уровне они стоят? Я думаю, что они стоят вплоть до самого верха. А то есть, что, это унтер-офицерская вдова, которая сама себя сечет, что ли? Или это заговор против Путина, получается, по вашей версии? Путин, это, так сказать, просто площадка, на которой отрабатывается полномасштабный возврат. Путин, это площадка, во-первых, Путин необходим для того, чтобы после того, как он придет, после первого же тура выборов на президентское кресло, он будет через некоторое время, я думаю, обвинен во всех смертных грехах. Кем? В качестве президента он будет отвечать за те проблемы, которые появятся после его прихода. Какие-то проблемы? А после прихода его появятся проблемы. Какие? Прежде всего, удар экономического кризиса, он неизбежен. А если его не будет? Как это его не будет? Он уже идет. Он уже подбирается к нам. В мае американцы начинают печатать доллары под выборы Обамы. Как только они начинают печатать доллары, чтобы оживить спрос и создать благоприятную обстановку для Обамы, это огромный шаг внутрь кризиса, это открытие настиж дверей в кризис, который, естественно, ударит по России. Кроме того, сейчас нагнетается военная обстановка вокруг Сирии и вокруг Ирана. Обама, естественно, не хочет этой войны. Потому что, как только будет развязана война против Сирии и неизбежно, соответственно, против Ирана, то возникает очень высокая вероятность перекрытия Амурского пролива. Какое это отношение имеет к тому, что происходит на Лубянске или на Болотной площади? Вы такое ощущение, что слоны ходят вдоль горизонта, а вы говорите, что эти хомяки, которые тут... Максим, я слишком хорошо вас знаю, чтобы поверить в вашу такую наивность. Почему тут наивность? Мы живем в глобальном мире. То есть Армурский пролив прямо влияет на болото? Армурский пролив это крушение европейской экономики. Крушение европейской экономики, взлет цен на нефть, но не такой, который был бы, так сказать, удобен России, а такой, который обвалит рынок, обвалит европейский, так сказать, европейский рынок спроса, бросит мощнейший вызов Китаю, потому что у Китая исчезнет... Хорошо. Давайте предположим сейчас... И это скажется, и это скажется непосредственно на России в том смысле, что жизненный уровень, который и так низок, упадет вдвое, как минимум, и очень быстро. Предположим, завтра вас приглашает к себе Путин, говорит Гейдар Жахилович. Вот ваш совет, что надо делать, вот что надо делать в этой ситуации? Что бы вы ему посоветовали? Я не уверен, что такое приглашение было бы продуктивным для него. Ну, ваш совет, вот что надо делать? Это настолько системная перестройка всего и вся, что... Ну, в чем эта системная перестройка заключается? Давать этот совет бессмысленно. Ну, вот опишите этот... Ну, хорошо, вот опишите, в чем бессмысленно? Вот нет бессмыслных советов. Перестройка чего? Перестройка... То есть надо создать с нуля совершенно новый политический порядок в России. Какой? Прежде всего, устранить ту систему тех людей, которые являются бенефициарами сложившейся... Устранить тех людей, это что вы имеете в виду? От власти, конечно. Я же не... Ну, как вы относитесь к аресту Ходорковского, например? Он был устранен. Арест Ходорковского... Это символическая фигура для вам. Это символическая фигура. Символические фигуры выбирать неправильно. Неправильно, когда ты обложен десятками Ходорковских, брать и символически наказывать одного, потому что это популизм, который никуда не ведет. И который там уже делает из Ходорковского героя. То есть в значительной мере это демпфирует сам негатив статуса Ходорковского. То есть если вы берете Ходорковского как олигарха, вы караете его как олигарха. Но одного, а вокруг вас куча других олигархов, то возникает ситуация. Вот олигарх, который пострадал безвинно. Потому что все говорят, безвинно, безвинно. Это политическое дело и так далее. Тогда получается, что ситуация с Ходорковским это реабилитация олигархов в принципе. Реабилитация олигархата. Получается, что Ходорковский страдает за всех олигархов, частью которых он является. Это, конечно, политически враждебный российским интересам Ход. Лучше уж было не делать. А если делать, то глобально. Давайте дальше описываем контуры той системы, которую вы считаете должна была быть тут построена. Я уверен, что... Устранение людей. Дайте сказать. Да, пожалуйста. Я уверен, что Россия должна наконец-то выйти на перспективы прямой демократии. Что это значит? Это прежде всего значит возврат к советам. Но не таким, которые управлялись партией, а таким, которые непосредственно поднимались из толщи народных низов. Это кто такие в нашей ситуации? В нашей ситуации... Это будет криминал, это будут рэкетиры, это будут бандиты, это будут кто такие? Это будут силовики, менты, ФСБшники и так далее. Нет? Советы это не оргпреступная группировка. Советы это политическое образование, которое причиняется определенной идеологии, определенным взаимосвязям между собой, определенному уставу, который они добровольно принимают. В противном случае такие советы не проходят в реальность. Мы помним все советы, Гейдар. Мы помним этих достойных людей, колхозников, рабочих, учителей, которых всенародно выдвигали в советы. Я вам только что сказал, не советские советы. А какие? Антисоветские советы? Не советы курируемой партии. Я не сказал это? Нет. Я сказал это. Сейчас вот сказали. Нет, я сказал с самого начала. Советы без коммунистов. Советы без партии. КПРФ в эти советы не могут войти? КПРФ это часть режима. КПРФ часть режима? Конечно. А есть левых? Хорошо. А вот Удальцов, ваш партнер, он может войти в этот совет? Он хорошо начинал, но, к сожалению, Удальцов совершил колоссальную ошибку. Он вошел в какую-то володинскую структуру, он подписал соглашение с властью, он сдал тот капитал, который он заработал своей такой уличной отвагой. То есть оказалось, что в политическом смысле он ноль. Альтернатива. Кто будет осуществлять эти советы? Вы говорите так, будто за вами есть какая-то партия профессиональных революционеров, как минимум с брюссельскими, лондонскими и так далее съездами, включая первый съезд в Минске. Я, во-первых, опираюсь на твердое знание, что российский народ имеет огромный исторический опыт, огромное знание истории, исторических моделей, которые он приобрел в ходе колоссального кровавого опыта трех последних, даже пяти последних поколений. Альтернатива, ну вы же разумный человек. Народ сам по себе знания не имеет. Народ, это составная часть людей. Народ бывает в нескольких состояниях. Первое состояние народа, самое низшее, это толпа, ломящаяся за кружками с гербом двуглавого орла на ходынке. Второе состояние народа, это народ в ярости, там, не знаю, штурмующий, зимний, условно говоря, да? Хотя, говорят, а третья часть, это народ с хорубями, идущие к государю-императору. Ну, вот видите, сразу. Какая, какая часть, какая форма народа? Сразу, сразу. В загапонном, идущий, кстати. Фильм о том, как народ штурмует зимний. Хорошо, не штурмовал народ, пример неудачный. Не штурмовал. Не штурмовал, хорошо, не штурмовал. Пришли организованные дисциплины, балтийские матросы. Ладно, народ, это толпы, гуляющие по Петрограду с 17-го года, февраль, студенты с красными бантами, отлавливающие городовых на чердаках. Вот такая форма народа. Нет, вы... Вы о каком народе говорите? Все это переводите в такой, как бы, литературно-художественный образ. Я говорю, народ начинается только тогда, когда у него есть общая, коллективная, бессознательная, коллективная воля, поднимающаяся из этих недр, и коллективная судьба. А пощупать это как, это бессознательно? Нет, там не толпа шла, там организованные люди шли, которые говорили между собой, обсуждали. Организованные такие, Рыклиным, Пархоменко и так далее. Нет, нет. А кем еще? Они организованы были сами, и из них, из их среды были выдвиженцы, которые шли впереди них и коллектировали их движения. Тот же Удальцов. В тот момент он шел впереди левой фракции и являлся таким, ну, координатором. И его дисциплинированно слушались. Ну, хорошо. Не потому, что он какой-то вождь, не потому, что он какой-то распорядитель, а потому, что люди хотели организации. Они чувствовали, что в организации, в порядке, в артикулированности своих желаний, да, они могут коснуться обратной стороны истории. Допустим, пошел по сценарию дубинки пятого на площади. Так. Посмотрим такой сценарий. Дальше как разворачиваются события? Я думаю, что протест перейдет в новую фазу. В какую? В забастовки, в стачки. Кто будет поддерживать? Пока рабочие говорят, мы за Путина. Какие забастовки-то? Кто будет бастовать? А какие рабочие говорят, мы за Путина? Офисные служащие, что ли, будут выставать? Ну, вот там, в Екатеринбурге. Но это же показные рабочие. Да какая разница? Маленькая часть... Знаете, у нас для вас других рабочих нет. Нет, это маленькая часть реального рабочего класса. А реальный рабочий класс? А реальный рабочий класс, конечно же, недоволен нынешней ситуацией. Очень недоволен. А что ж тогда он за КПРФ не голосует, если он так сильно... Они знают, что КПРФ ведет ситуацию в тупик. Что КПРФ никогда не возьмет власть. Что, как сказал Дмитрий Анатольевич своим несистемным собеседникам, в 96-м году выиграл не Ельцин. И, естественно, несистемные собеседники тут же об этом раззвонили. Хорошо. Сегодня есть оргкомитет митинга, который фактически является политической структурой по подготовке организованных акций протеста или провокации, как вы предполагаете, там, в связи с какими-то элементами во власти гипотетическими, да? А кроме них-то никого нету? Есть. Кто? Российский политический комитет, который был создан именно в пику оргкомитету. Это что? Дело в том, что оргкомитет, почему не видно, есть на общественном телевидении, СОТВ, РФ, там проходит уже прошло много заседаний в эфире, то есть открытых заседаний. Ну вот, и, так сказать, и дальше будут идти. Дело в том, что оргкомитет, о котором мы говорим... Ну, в него входят совершенно разные люди, в него входят... Подождите. Вы, Константин Крылов, люди, которые вот так встретились между собой здесь, в студии Раш-Ро, просто будут смотреть волками друг на друга, вы же прямо диаметральные, вы же антагонисты. А каким-то образом удается встречаться и в студии, и за столом, и не смотреть волками. А как, Гидар, какие компромиссы вы готовы идти с людьми, которые придерживаются прямо противоположных взглядов, нежели вы, идеологических? Нас объединяет желание по любым, так сказать, как бы под любым флагом, но спасти страну. Для националистов это одна версия. Так у них есть позиция отделения Кавказа. Вы выступаете за отделение Кавказа? Нет, конечно. А они выступают? Причем достаточно жестко выступают? Вопрос будем решать тогда, когда он станет актуальным. Это называется, вяжемся в драку, а потом посмотрим, как дело пойдет, что ли? Нет, это иначе называется. Но российский политический комитет на сегодня единственная структура, которая внутри болотной, внутри протестного движения против системы, противостоит оргкомитету, который выполняет роль узких врат. Потому что оргкомитет был специально создан для того, чтобы не допустить неожиданности, не допустить появления фактора, который может увести этот протест в реальную политику. Чтобы этот протест был в белых ленточках. Чтобы этот протест был вставайте вместе, друзья, возьмемся за руки, друзья и так далее вокруг Садового кольца. То есть оргкомитет занимается гашением и демпфированием политической воли народа. А вы занимаетесь разжиганием и подслуживанием, что ли? Мы переводим эту ситуацию в политический формат. В чем это проявляется? В том, что мы, во-первых, принимаем документы. Мы приняли манифест, который обозначает нас как политического субъекта, который противостоит тенденции все это слить, все это загасить и так далее. Мы создаем районные отделения российского политического комитета. Мы готовы взять на себя полномочия тогда, когда кризис заставит многих чиновников рассматривать эти полномочия как угрозу собственной безопасности. Когда они будут искать, куда убежать. Мы не отказываемся от своей ответственности. Мы, это все-таки, еще раз подчеркну, предельно разные люди, с разными политическими взглядами и устремлениями. Но вы вспомните, что все советы состояли из очень разных людей. Но не из, извиняюсь, не из черносотинцев же и левых эсеров. Все-таки это были, советы были социалистическими по своей сути. Они были достаточно однородны. Люди говорили, условно говоря, на диалектах, но на одном политическом языке. Сегодня ситуация изменилась. Раньше люди были как бы политиками снизу. То есть они врастали в эсерство, они врастали в меньшевизм, они врастали в большевизм. А сегодня люди в значительной степени медийные. Они используют националистический бренд, либеральный бренд для того, чтобы стать медийными фигурами. Но если это абсолютно дутые фигуры, то они остаются только медийными, идут за медийностью и с ними легко власть договаривается. А вот если он поднялся под любым соусом, но в нем есть какая-то зацепка того, что он по-настоящему имеет политическую волю, задел политической воли, то с ним можно договориться, даже если он на противоположной стороне круга, если он даже с обратной стороны Луны. То есть вам кажется, что власть должна изменить собственную природу, условно говоря, птицы должны научиться жить как рыбы, а рыбы как птицы для того, чтобы ситуация вошла в нормальную колею? Мне кажется, что власти у нас нет, потому что те люди, которые называются властью, таковы и не являются. Они не представляют собой антологии, в них нет бытия. Это чисто картонные фигуры, симуляторы. Ну вот так вы подарите, так, к нормальному чиновнику в Кремле, скажите, возьмите запугу, скажите, дружище, в тебе нет антологии, ты не представляешь бытия. У него стеклянные глаза, и он так начинает покачиваться, знаете, как вот змея перед факиром мгновенно. Он просто не поймет, о чем речь. У него нет антологии, зато у него есть понимание, что надо делать. Там есть люди, я вот просто знаю людей, которые любят Россию, любят там, не знаю, империю, любят демократию, любят федерацию реально. Там не одни подонки, там, не знаю, твари, мздоимцы и коррупционеры. Они часть системы. Там есть люди, которые вот хотят суверенитета страны. Их любовь подчинена системе, да? Их любовь... Но вы же другую систему будете создавать все равно. Нельзя же, общество не может быть вне системы, правда ведь? Общество может быть вне системы. Знаете, когда? Когда общество имеет ресурс самоуправления. Когда общество имеет выход на прямую демократию. Ведь под системой мы понимаем что? Под системой мы всегда понимаем отчуждение. То есть, вы когда говорите, общество не может быть без системы, вы под системой понимаете организацию. Я ставлю вопрос, я не говорю, я не утверждаю. Обычно, когда говорят, что общество не может быть без системы. Имеется ввиду, что общество должно быть организовано. Организация и система это разные вещи. Да, общество должно быть организовано. Но система — это отчуждение ресурсов общества в пользу кого-то, кто частью общества не является. Понимаете? Поэтому общество должно иметь возможность создать структуры выражения собственной политической воли. Вы хотите исламизировать Россию? А это свободный процесс. Вас в этом обвиняют. Вам говорят, что вы исламизатор. Для меня ислам — это очень элитная вещь. Быть мусульманином — это огромное достоинство и почет. Предложить это как некий товар, так сказать, на потребность. Но вы хотите сделать русских мусульманами? Много русских без моего желания сделать мусульманами. Мы не о них говорим, мы о вас говорим. Цель вашей деятельности — это исламизация? Цель моей деятельности — это то, чтобы мусульмане здесь были равными гражданами, не гражданами второго сорта, а политическим меньшинством, которое тоже наряду с русскими имеет обратную связь с историей и оказывает влияние на ход событий, на судьбу страны. Потому что сегодня они являются шельмуемым меньшинством, права которого попираются тысячи людей, политические заключенные, которые находятся на зоне. И книги мусульман, которые во всем мире просто являются нормальными богослужебными книгами, здесь подвергаются запретам. Фабрикуются дела, фабрикуются постановочные ситуации, в которой происходит просто расправа с людьми, не имеющими никакого отношения, никаким террористическим актом, никаким эксцессом, никакому экстремизму. Для того, чтобы, так сказать, все время держать общество в состоянии напряжения по поводу внутреннего врага. Я хочу, чтобы этого не было. Я хочу, чтобы мусульмане были равноправной частью российского общества. — Ваш же Крылов первый, кто кинет в вас камень за это, вашим партнером по российскому политическому комитету. — Сам Крылов, как известно, зороастриец. Какой бы камень он в меня кинул, откуда бы он его взял? Из зороастризма, что ли? — Ну, они же действуют от имени русского национал-демократического движения, от имени православия. Они говорят, там нет мечетям в Москве, нет там еще чем-то такому. Там сегриров к Крылову, например. — Крылов, еще раз повторяю, зороастриец. — Какая разница, кто он? Я слышу, что говорят и что видят. — Как какая разница? Если он зороастриец, то у него нет аргументов против мусульман. — Вы согласны с лозунгом «хватит кормить Кавказ»? Дело в том, что этот лозунг абсолютно бредов, потому что на самом деле деньги, которые отводятся Кавказу, пожираются местной кавказской элитой, которая является составной частью федеральной. То есть правящие Кавказом люди, которые потребляют этот кусок бюджета, это просто часть системы. — Слушайте, но из всех правящих Кавказом людей не замечают бесконечное количество номенклатурщиков, но все указывают пальцем на Рамзана Кадырова. Вот он, вот он, Рамзан, Рамзан, вот он, вот он, вот он. Ваше отношение к чеченской проблеме, считаете ли вы, что существует вообще чеченская проблема? Ну, не так давно на дожде Навальный объяснял, что Рамзан исламизирует Чечню, а этой исламизации в Чечне никто не хочет. Я вообще удивлен подобным подходом и подобным, как бы, ну, полным незнакомством с проблемой, потому что вот эта поверхностная и достаточной степени симулятивная исламизация, это единственное, что в какой-то степени держит чеченский народ, потому что, ну, дает какое-то алиби вот той структуре, которая сегодня в Чечне, тому режиму, который сегодня в Чечне установлен. Если бы не это, чеченцы воевали бы до сих пор. Непонятно, как Навальный объясняет суть и причину двух чеченских войн, если он полагает, что ислам в Чечне никому не нужен. А как вы вообще относитесь к этому кумиру оппозиции Алексея Навального, к таким мечечке, которым они прямо носятся вот так вот его... Я категорически не согласен с его брутальным национализмом, с его расизмом, и считаю, что это, ну, такое пятно на оппозиции, в принципе. Ну, допустим, вот эти события, которые у нас грядут там после выборов, они как-то так перетекут в дальнейшее развитие политической системы. Пусть кризис политический, но перетекут. Закон о партиях принят. Вы будете регистрировать партию? Да. Какую, зачем, с какими целями? Я буду регистрировать... Будет участвовать в выборах? Это не партия или движение, обращенное к трудовым мигрантам, хотя мы выступаем за защиту их прав. Это партия, которая обращена ко всем народам России, ко всем народам пространства СНГ, за восстановление политического единства этого пространства. Не номенклатурного, а то вы опять сейчас меня обвините в том, что я хочу восстановление Советского Союза, так же, как про советы, вы начали говорить, что это советы доярок и механизаторов под руководством КПСС. На самом деле, дояркие механизаторы по своей воле никогда не пошли бы и не пойдут в советы. В советы пойдут люди, которые хотят реально что-то делать, которые реально хотят проявлять волю. Будут участвовать в выборах? Вот будут региональные выборы сейчас везде, уже осенью, в других местах? Я думаю, что динамика событий пойдет таким образом, что мы просто пролетаем мимо всего этого. В завершение программы мы уже говорим час почти, хотя разговор интересный, глубокий и содержательный. Ваше видение динамики событий? Я считаю, что в ближайшее время главным фактором, который будет оказывать воздействие на ход событий внутри России, будет внешнеполитическая составляющая. Проблемы вокруг Сирии, проблемы вокруг Центральной Азии, давление Запада на Россию, которое в конечном счете приведет к тому, что при ухудшении экономического положения в целом, губернаторы в регионах начнут объяснять своему веренному им населению, что во всем виноват Кремль. Это Кремль построил дело таким образом, это Кремль забрал ресурсы, вынуждает нас отдавать или не дает и так далее. И в какой-то момент начнется цитация вертикаль власти. В этот момент патриоты должны будут выступить и сохранить единство страны. Чуть было, не забыл задать вам очень важный вопрос, о котором меня очень просили, этот вопрос, который очень просили вам задать многие мусульмане. Вы знаете, что большинство мусульман в России суниты. Они симпатизируют скорее не режиму Асада в Сирии, вы сами подняли тему Сирии, а сирийской оппозиции. Вы фактически поддержали, по крайней мере, так видели ваше участие в моей программе в контексте на Первом канале, поддержали режим Асада, как это многие интерпретируют. Можете разъяснить вашу позицию? Ну, не знаю, можно ли это разъяснить, так сказать, просто и в двух словах. Моя позиция такая. Это потому что вы шиит? Начну с простого. Вообще вы шиит? Дело в том, что Асада поддерживают и суниты, и шииты, так же, как против него выступают тоже и суниты, и шииты. А вообще вы шиит? Я мусульманин, который жестко стоит на том, что не должно быть различий и разделения между направлениями, юридическими школами в исламе. Я сторонник политического ислама. Совсем другое. Политический ислам переступает через различия формального, литургического, юридического свойства. Политический ислам ставит перед исламом в мире реальные задачи. То есть не занимается, скажем так, схоластическими спорами о вещах, которые сегодня не актуальны. И теперь, почему вы поддержали сирийский режим? Потому что удар по намерениям Запада, свергнуть сирийский режим в ближайшее время, вето России и Китая в сайте безопасности, это хороший плевок в морду Соединенным Штатам. Я Соединенные Штаты воспринимаю как сатанинское государство. И любая осечка, которую этот сатана получает в своей динамике, движение через трупы, по трупам людей и так далее, это позитивно. Остановить Запад в желании демонтировать Сирию было надо. Это не значит, что режим Асада хороший, пушистый, что он не уйдет. Он уйдет. Вопрос когда? Если он уйдет сейчас, это выигрыш для Соединенных Штатов. Если он продержится еще полгода-год, то кризис экономический в Соединенных Штатах просто не даст им возможности использовать ту лакуну, то белое пятно, которое возникнет после ухода этого режима. И тогда издержки потери Асада не так скажутся на ситуации на Ближнем Востоке. И самое главное, они не так отрицательно скажутся на судьбе Палестина. Среди российских суннитов, мусульман, а их большинство сунниты, ханафиты и шафииты, прямо была в интернете целая, знаете, там вот Гидар Джемаль выступил против создания халифата. А халифат является мечтой каждого мусульманина. Прямо вот там такая буря, которая может так незаметно читателям, не мусульманам, но в исламском сообществе просто буря настоящая. Вы выступили против халифата, против идеи халифатности? Я выступаю за приход Махди в конце истории и за второе пришествие Иисуса Христа. Я считаю, что халифат до прихода Махди — это повторение опыта аббасидов и опыта Османской империи. Я абсолютно не верю, что реальный мусульманин, вменяемый мусульманин, может действительно хотеть восстановить Османскую империю в том виде, в каком она называлась больной человек Европы. Совершенно понятно, что в нынешних условиях любое административное окукливание исламской мировой общины в рамках халифата будет только при согласии Запада. И те, кто будут представлять эту административную структуру, они будут взаимодействовать вместе с Западом и в интересах Запада. То есть вы противник проекта восстановления халифата? Я противник всего, что делает ислам инструментом в руках неверующих. Понятно. Ну, я думаю, на этом мы можем уже и завершить наш разговор. Многое стало понятно, многое стало ясно. Вы смотрели программу с Максимом Шевченко. У нас в гостях был Гейдар Джималь. Пишите нам на Рошеру ваши отзывы в комментарии. И каждый день мы будем стараться до выборов здесь-сюда встречаться с интересным гостем. Завтра в четверг с нами обещала быть Ксения Собчак. Я надеюсь, что Ксения нас сейчас видит и не нарушит своего обещания. Говорят, что это будет настоящий такой бест... Ну, не надо сказать, бестселлер. Поэтому не знаю, как сказать. В общем, это будет нечто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!